Я в какую-нибудь ту сторону почистил. Фу! Идиот! Даня! Я в чистом! С тех тоже не грязный. А как ты с семьей живёшь? Просто конченые, конченые. Послали меня за зарядкой, а я в чистом. Здарова! С вами снова Андрей Королёв. И я решил в начале этого видео порадовать своих верных подписчиков своими новыми сьюпа-хайповыми педалями. Педали у тебя классные, вы это ломовые. Реально, зашло начало, да? Да. Да, необычное у нас сегодня приветствие. Я прям отвык так делать, так перевозбудился сейчас, когда это происходило. Короче говоря, тут и я, и повар собрались. Сегодня у нас большое дело предстоит нам. Короче говоря, я наконец-таки созрел отправлять мотоцикл и победителем платных викторин. Да, я разыграл вот эту сиарку, по-моему, в июне. В июне. То есть прошло полгода практически. Чувак ждёт свой мотоцикл полгода. В комментариях пишут, где, где эти мотоциклы, которые ты не отправил победителям ещё. Вы понимаете, да, мне всё это пишут, я всё это вижу. И даже без вашей вот этой писанины меня реально это гложет. Я понимаю, что человек мотоцикл выиграл и очень сильно хочет его получить. И я его нифига не отправляю. И все бомбят, и я сам бомблю. И, в общем, да, его давно стоило бы отправить. Потом мы разыгрывали ТТР и КАЮ К4. КАЮ К4 отправлен, ТТР ещё не отправлен. А на пять полгода чувак ждёт. Но, кстати, вы все мне пишите, ни одного мотоцикла не отправил. Но я отправил, смотрите, чё. КТМ был, Иконика была. Иш был, Лифан был. Кстати, с этой Сиаркой. Я посчитал ещё. Ну, мы и до этого байки разыгрываем. Ну, короче, байков пять я уже отправил. Тут дело вот в чём. Объяснять, я думаю, тем, кто понимает, не стоит, почему я мотоциклы эти не отправлял. Вот, для тех, кто не понимает, я чуть-чуть объясню. Иногда у живого человека бывает такое, что нет сил, там, нет времени. Особенно у человека, который работает в блогинге. Это постоянная дилемма. Время нужно распределить и выбрать свои приоритеты. Естественно, лучше было бы выбрать приоритетом отправку мотоциклов. Но лето это дело такое, что пипец просто. А потом ещё что-то. А потом мастерскую начали строить. С деньгами тоже Каю последний раз я отправил 21 тысяча рублей. У меня постоянно в этих платных викторинах побеждают люди из Дальнего Востока какого-нибудь. Ладно, начнём с того, что вот эти два мотоцикла, я точно знаю, куда отправлять. CR-ка поедет в Томскую область, Аймаха поедет в Иркутскую область. То есть, у мотоцикла вот туда, на восток, да подальше. И получается, что отправка реально очень дорогая. И народ опять же пишет, Блин, да ты с этих викторин, да ты поднимаешь там миллионов 10. Представляете, 10% от его подписчиков скинутся по 500 рублей, и он заработает 55 миллионов. Вот тварина! Однако потом они даже не смотрят, сколько всего участников было в викторине. Нет, ну в минусе как бы я не остаюсь. Но и плюс небольшой. Знаете ли, вставить рекламу в видео, если хорошо договориться, плюс даже больше, чем вот с этих викторин, чтобы вы понимали. Всё, больше об этом говорить не будем. Поехали к сути этого видео. Да, мы сейчас находимся уже в новой мастерской. Сейчас тут присутствует эхо. Но это потому, что она пустая. Мы только помещение отделали и не обставили его. Когда обрастем каким-нибудь оборудованием, там и стены будут не голые, эхо убавится. Но вешать какие-то фигни пенопластовые, какие они там поролоновые на стен я не буду. А то вдруг оно немного возгорится, и мы останемся в этом гараже навсегда. Эхо само по себе дальше уйдет. Чем мы будем сегодня заниматься? Мы будем отправлять два этих мотоцикла. И учитывая, сколько денег стоит отправка, когда они целиком, это просто пипец. Вот два мотоцикла отправить в Иркутскую и Томскую область, это сейчас выйдет, ну, тысяч сорок пять примерно, чтобы вы понимали. Опять же, то есть мы доедем на нашем жрущем джипе, мы их отправим, реально выйдет сорок пять. На котором ты вчера заглох. Ну это уже вообще как сдец, короче, товарищи. Каждый раз, когда я собираюсь много поработать и сделать и ночью, и утром полезных дел, меня постигают неудачи. Бензин, наконец-таки, закончился. Правда, то, что у меня горело вот это вот, как это называется, резерв, он у меня всегда горит, да, потому что у меня сломанный датчик летом сломался. Я ориентировался по одометру. Каждый раз, когда стукает 300 километров, я заправляюсь. Но иногда мы проезжали и 400 километров, и бензин не кончался. Но, видимо, это происходит только не зимой. Зимой за 288 километров полный бак спалился. В это время я ехал по дороге со всеми своими этими скарбами, с ноутбуками, со всей ботвой и предпринял решение не останавливаться прямо на ней, как машин заглохло, зарулил прямо вот отсюда кому-то во двор, потому что тут, если не зарулишь, создашь пробку. Блин, реально, он настолько жрет бензин, что я даже на нем глопну. Доварились, доварились, блин. Короче говоря, мы решили сэкономить в этот раз, но мы сэкономим деньги, но не сэкономим время. Хрен его знать, что выйдет выгоднее отправить их целиком или отправить их так, как мы собираемся сегодня. Поэкспериментируем и расскажем вам, сколько это все стоило, сколько времени потратили и что вообще надо делать. В общем-то, в чем суть? При отправке мотоцикла транспортной компанией стоимость складывается из нескольких параметров. Во-первых, это объем груза, то есть измеряется длина, высота, ширина. И занимаемый объем, исходя из него, там какие-то плюсы идут к цене. Если объем маленький, цена ниже, если объем большой, цена выше. Соответственно, при этом еще и высчитывается вес. То есть, мотоцикл тяжелее, вместе с объемом большим, стоимость еще больше. Мотоцикл легче, стоимость чуть меньше, но, может, если он объемный, то все равно получится больше. Ну и также все зависит от того, куда отправишь. Чем дальше, тем дороже, чем от Москвы, по-моему, дешевле, а в Москву, наоборот, дороже. Короче, там хрена разберет. Мы сейчас попытаемся удешевить все это дело путем того, что мы уменьшим объем этих мотоциклов при отправке. То есть, мы их разберем и сделаем для них обрешетку собственными руками. Обрешетка там, в транспортной компании, тоже стоит отдельных денег. А мы сегодня одним выстрелом убьем сразу двух зайцев. Ну и что я думаю? Чтобы все сделать максимально компактно, с любым мотоциклом, нужно поступить так же, как с новым, когда его присылают в коробке. Должен быть снят руль, должна быть снята, наверное, вилка и оба колеса. И амортизатор отстегнут, чтобы сложить маятник. И после этого мы все это измерим и начнем делать коробку по этим размерам. Что, базарить больше нечего? Погнали, это сделаем. Нет, ну а что? Люди просят реально автографы оставлять на этих мотоциклах на память. Оставляем. Пока эта свиноза ушла, я-то тоже на них гонял, да? Так, ну-ка, демон, готов? Вот так. А вот здесь вот так вот. Тоже сердечко бахнуло. И точку. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ну и что мы в итоге потратили для того, чтобы довести мотоцикл до такого состояния? Времени потратили примерно полчаса, еще потратили скотча, несколько мотков и больше ничего. То есть мотоцикл в объеме убавился ну значительно, прям я думаю, даже раза в полтора. Какая будет из-за этого экономия, мы высчитаем позже, когда получим чек из транспортной компании. Там же, наверное, формула какая-то есть. Мы по ней высчитаем, что было бы, если мотоцикл мы отправили не разобранным. И без обрешетки. Вот это еще вопрос, стоит ли ее делать или сделать там выйдет удобнее и дешевле, чем самим ее делать. Но сегодня мы экспериментируем. Поэтому мотик полностью готов. Все, что к нему относится, винтики, руль, подвеска, колеса, все примотано к нему и никуда не денется. Остается лишь замерить его полностью и по его снятым только что размерам, как в элитном отелье, где делают костюмы для модных человеков, мы сделаем ему обрешетку. Да, утром я уже успел сгонять в магазин и купить вот такого вот бруска. Я не знаю, на самом деле, что для обрешетки лучше. Подумав пространственно, я решил, что брусок самая удобная вещь для того, чтобы сколачивать решетку. Потому что и так можно, и так можно присоединять, и как угодно, и во всех плоскостях одинаково ровно. Поэтому проблем не должно быть. Но может быть, может быть, вы знаете что-нибудь и получше. Короче, сегодня экспериментируем, а вы пишите комментарии, из чего лучше делать и удобнее обрешетку. Посмотрите наш вариант и предложите свои. Также я заехал в магазин для своего инструмента, прикупил немного оснастки. Я не знаю, почему мы раньше древесину и ПВХ, и пластик пилили обычными болгарочными отрезными дисками по металлу. Нашел единственный вот такой вот по древесине, по пластику, по всему диск для болгарки. И для сабельной пилы, по дереву эти самые сабли, ну, пилки, в общем, вы поняли. Потому что у меня все только по металлу, я древесиной не планировал заниматься. Короче, сегодня потестируем вот эту оснастку для моих инструментов. Лучше оно будет по дереву или хуже. Это пока же все, что у нас есть. Давай, Леха, потаскали. Давай. Да, и, кстати, все это удовольствие вместе с 12 брусками, с этой оснасткой и вот с этими саморезами, которые в два раза длиннее, чем один брус специально взял, все вышло в 4000 рублей. Посмотрим, насколько мотоциклов этого хватит и сколько выйдет по деньгам. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то у нас сундук какой-то гигантский получился. Я не могу понять, а почему он настолько больше, чем мотоцикл. Вроде вымеряли все четко, но вот тут вот по колесу расстояние есть от крайней стенки, а вот тут вот отрубляющих сантиметров, наверное, 7. То есть мы на 10 сантиметров сделали его длиннее. И по ширине, наверное, то же самое выйдет. Ну, не, по ширине, кстати, почти угадали. Короче говоря, тут нужен опыт и это самое, наработанные рефлексы для того, чтобы все это делать, как положено. Мне уже этот эксперимент не нравится, если честно. Все криворукие, у всех рука не набита. Повар вообще сел, обиделся, потому что я ему сказал, что он все сворачивается. Смотрите, он в прострации до сих пор от этого. Не может отойти. Короче говоря... Сделать груз сок и долбануть ему по голове. Короче говоря, даже если обрешетка там окажется дороже, ну, на 500, ну, на 1000 рублей, мне кажется, ради этих денег лучше пусть они сделают, но не тратят свое время и свои силы, и свои нервы. Посмотрим, что почем, если действительно сильно дешевле выйти, то я буду и следующие так же запаковывать. Демон! Ее! Полноцкий грыдовый. Ты смотри, как он качественно все делает, смотри. Вообще даже не шатается ты, а! Ты смотри, как он работает, пойдем. Кубок это просто... У него руки золотые, его надо целовать в попу. Смотри, смотри, смотри. Идеально! Видел? Просто идеально. Он как будто проецирует все, вот так строится свои схемы в голове, мозг. Ой, извини, извини. О, о, о. Прости, халю. Ты видел, Леха? Она даже падает, куда я захочу, когда я отпилю ее. Ты видел? Я даже не черчу, а прям на глаз. Давай, давай как ты, как во, возьми перчатку, танец и на, братан. Какой-то напряженный. Ибрая. Смотри, как подошла, нагло сделал. Качественно! Ема, братан, смотри! Как ровно все! Давай! Так. Отвечаю, если бы я так же закручивал, он бы мне не сказал, что я битку порчил. Сто процентов. Короче, у Лехи горит пукан уже часа два, что я ему сказал, что он криво все делает и по-вуховски. А он теперь меня стебет и говорит, что я офигеть, как круто все делаю и сидит, ничего не делает. Напишите ему в комментах, чтобы он нахрен нормально завел. Так, тихо. Я запрягаю, демон ему помогай. Зато что, появлено. Не, 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 господа, мы больше не будем заниматься обрешеткой мотоциклов. Это какой-то зашкор получился. Мы сейчас все уже соорудили полностью, мотоцикл закреплен, потратили скотча, кучу хомутов, чтобы все это держалось. Тут подпорки сделаем шпон вперед-назад не елозил. И я только сейчас понял, что как бы весь мотоцикл, весь его вес будет держаться на четырех саморезах. Вот тут он давит и вот тут он давит. То есть мы будем полагаться на четыре самореза, когда будем поднимать это все, из чего он вывалится весь вниз. То есть что у нас получается? Либо нужно его на боку транспортировать и подписать, где вверх, а где вниз. Либо нам нужно каким-то образом от конструкции усиливать. А усиливать уже нечем. Знаете почему? Потому что из 12 баллов, из 12 брусков, которые я купил для того, чтобы два мотоцикла заделать, мы потратили на вот это вот 12. То есть 2000 рублей практически. А я думаю, в транспортной компании оно примерно так и будет стоить. Поэтому нет. Нет, больше мы так делать не будем. Нам остается лишь что? Замотать это все стрейчем максимально. А стрейч, вы знаете, крепкий. То есть даже если что-то высунется внезапно, оно не высунется до конца и останется все равно внутри. Мотоциклу страдать уже некуда больше, потому что он как бы тут никуда не шевелится и стрейчем добавил. Так что все, это последние наши полномочия, а потом уже все. Заматываем его и все, погнали его сдавать. ТТР будем уже разбирать и просто заматывать. Пусть им решетку делают там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, как легко! Вообще все сделано качественно! Только знаете, в чем прикол, господа? С 10 часов до часа дня мы этим всем занимались, вот с тех пор, как начали откручивать гайки, то есть ушло три часа на все это. Ушли все балки, ушел стрейч дополнительный, ушло то, ушло все. Короче, две с половиной тысячи рублей, три часа работы при наличии хорошего инструмента. И ты приезжаешь в эту транспортную компанию и две тысячи плачешь, тебе сами все делают, время вообще не трачет. Выбор очевиден, но зато мы удостоверились, что мы сами руками можем сделать обрешетку, проверили свои силы, проверили инструмент, а самое главное нервы на прочность, да? Больше так делать не будем. Никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый едет теперь у нас не в Иркутскую область, не в Канск, а в Красноярск, потому что там нету ПЭКа, как написал уже владелец этого мотоцикла. Так что у нас небольшие перестановки происходят. А этот написал мне не на почте, а в ВКонтакте. Так что сейчас будем разбираться. Нет, вот этот куда? Все, его? Это все в Красноярске. Блин, тут пока разберешься со всеми владельцами этих мотоциклов, они все пишут мне там или я им пишу, но ссылки-то из разных мест. Кто-то в ВК со мной списывался, кто-то на почте, кто-то вынести, у кого-то инсты уже нет. Короче, если я привезу сюда шесть мотоциклов, я с ними даже не разберусь, кого куда отправлять, поэтому будем делать вот так вот по два максимум. Слава Богу, у нас было много. Вчетвером ТТР мы смогли занести туда в таком состоянии. Их взвешивают, их измеряют. Если надо делать обрешетку, то измеряют, чтобы сделать обрешетку. Дальше, говоришь, город, в который отправляется, и все. Дают две бумажки, ну, накажем мотоцикл отдельно. Сейчас мы пойдем полностью дозаполнять все данные человека, который примет эти мотоциклы, там номер телефона, паспортные какие-то, и оплачивать нам только останется, и все. Им на телефон падает смс-ка, потому что я телефон указываю при отправке, и они ждут свои мотоциклы. Так это все и работает. Это у нас пик, вот, да. Еще раз. Еще раз. Вот вы представляете, мы приехали оформить байки сейчас, точнее пришли, все оформили. Как ваша профессия здесь правильно называется? Менеджер по работе с клиентами. Менеджер по работе с клиентами, то есть они сидят в окошках, мы взяли талон, подошли, там сидит чувак и говорит, Андрюха, я тебя смотрю, давай оформлю, тебе оба, будет быстрее. Нормально, узнал, выходим. Как тебя зовут? Антон. Ну все, будем знакомы. Выходим, Антон такой из другого окна, Андрюха, Андрюха, можно сфоткаться, капец, просто. Вы что, в пэке мото-блогеров смотрите постоянно? Я сам все просто мотоциклист. А, ну все ясно. Потом как бы это уже. Ну все, короче, сфоткались на видео, прямо на канале будешь. Не страшно? А, даже хорошо? Мне вообще шикарно. Все пацаны будут завидовать. Мотоциклы качественно дойдут в вашей компании? Надеюсь. Я даже прямо это прослежу за ними. Хорошо. Ну все, короче, как-то вот так. Мема, ну ты что? Ну поехали? Поехали, поехали. Залазь, залазь. Вот мы и приехали. Теперь не спрашивайте, почему. Не будете вы спрашивать, почему так тяжело мне отправить эти мотоциклы. Дело не только в том, что там деньги, какое-то время, какие-то дела. Я сегодня, чтобы вот эти мотоциклы два всего лишь отправить, в 7 утра встал, не завтракал, поехал за материалами для этого. Сейчас 7 вечера. То есть прошло от начала операции и до конца 12 гребаных часов. Это смена 12-часовая, чтобы вы понимали. То есть все это время на ногах, все это время думать, делать 12 часов. Если бы у меня не было таких славных помощников, как оператор, трофе, повар. А что ты меня сам последним назвал? Потому что ты сегодня больше всех убежал. Отстанет. Ну отстанет у меня. Короче, я бы сдох, наверное. Остается байков. Четыре штуки для отправки, один из которых до сих пор не отремонтирован. Это БРЗ-7, у которого поршневую задрало. Но с этим вопрос мы, конечно же, решим, и победителя розыгрыша без мотоцикла не останется. Так вот, по поводу отправки этих мотоциков. Мы все вычислили, все подсчитали, и мы были просто в шоке. Все. Допустим, я отправил Каю К4, на котором повар ездил, который с ТДР как раз был в одной из серий. Он отправился примерно туда же, к Томску. Кстати, я посмотрел на картах Томск и Иркутск. Что ж, Иркутск же возле Байкала. Что-то меня совсем плющит. Ну-ка, сейчас я пробью. Где у нас Иркутск? Маршрут поставил. Ну Иркутск реально на Байкале. Нет, а почему в Красноярск отправились чуваки из Иркутской области? Я не понимаю. Там разница в тысячу километров между Красноярском и Иркутском. Сейчас я перепроверю, пожалуй. Смотрел, отправляйте в Красноярск. Все верно, мы сделали. Но живет этот человек в Иркутской области. Город Тайшет. Не знаю, правильно сказал, неправильно. Короче, Иркутская область, но ближе его до Красноярска почему-то. Вот так вот выходит. Два мотика сразу отправили, если что, написано, примерно 2 февраля они придут победителем. Вот и все, с двумя мотоциклами мы разобрались. Так вот, от чего мы опупели. Каев, К4, я отправлял примерно туда же, куда поехали и два этих мотоцикла. Не помню точно город, но прям помню, что там же где-то. Его я отправил целиком не разбирая, то есть колеса на месте, руль торчит, мотоцикл получается шире, мотоцикл получается выше и за отправку я заплатил 21 тысячу рублей. Да, и без всяких там перевесов, без всяких увеличений площадей и объемов, то есть все у меня нормально посчитали и 21 тысяча вышло. Я опух просто. Сегодня мы рассчитывали, что выйдет за два мотика ну 35 где-то, если мы снимем колеса. Так вот, знаете, сколько вышло? Вышло 13 тысяч рублей за два мотоцикла. Там за один было 21, а тут за два 13. То есть за один мотик у нас примерно 6 с половиной тысяч рублей ушло. Это экономия не 20%, это экономия в три гребаных раза. Вы понимаете, мы сняли колеса, мы сняли рули, все обмотали, один упаковали сами. Один мотик, который чуть дальше поехал в Красноярск, это плюс 500 километров от Томска, то есть разница у них 500 километров, 6800, тот 6200. Все, это пипец просто, капец, я теперь все байки просто буду разбирать, у меня слов нет. Поработали не зря, сэкономили, ну получается, тысяч 30 так. Подожди, какие 30. Ну да, тридцатку мы сэкономили примерно сейчас на двух мотоциклах, просто их тупо разобрав. Ну наконец-то, мы его привезли. Здравствуйте. Здравствуйте. Это случилось, Илег, ты что с камерой, ты ходишь сразу так в лицо, тычишь, ты хоть это самое, как-нибудь поделикатнее был бы. Мопед у вас будет классный. Сейчас даже произведем его запуск. А нужен он вообще вам, мопед? Ну хотя да, если пробовали его выиграть, значит нужен. Леша на этом мотоцикле даже голову себе чуть не сломал. Мы все за него переживали, но оказалось, что он все-таки блефует, потому что на следующий день он был, считай, бодрый. Такого не бывает, чудес на свете не бывает, как это так? Игорь, прости, была неправа. А вы не верили, да? Нет, не верила, тем более прошло 4 месяца. У меня вот так вот всегда. Жди, жди, говори. Потому что я один все это делаю просто в шоке от того, сколько дел всяких. Сейчас просто в мастерскую достроил, понял, надо взять пару выходных, как раз мотоцикл смог отправить. Так, ну что, мне кажется, надо пушку попробовать оформить. Хорошо же я с него кикстартер, не снял, как я люблю. Мне эти кикстартеры ужасно не нравятся. Такси духа отойдет, заледенело немного. Нет, так-то по 5-5 месяцев и едет вот так вот. Лехин любимый. Он с ним как родной стал за эти два дня, что ездил. А еще все постоянно говорят, блин, если школьник какой-нибудь выиграет, ему будет пофигу и сразу перепродаст. А тут взрослый выигрывает. Такие вещи не подойдут. А так-то мотоцикл есть какой-то? Вот. Смотри. Ну теперь и на этом, может, будет пылесосик. Разворот давай! Ну да, зимой надо шипы, зимой надо шипы, он буксует, только едет. Да ты куда нафиг сейчас убьешь-то? Вот это да! А ну-ка попробуй с этого завести. Аккумулятор вообще оживает хоть чуть-чуть? Блин, ну почти. Надо на нем подольше повесить. Либо он умер окончательно на холоде. Заряди. А что тут рассказывать? Примерно с мотоциклами, знаете как? Масло менять, фильтр тоже там где-то должен быть. Где-то вот здесь. Это воздушный фильтр мыть почаще и все. Так больше ничего интересного. Вот как всегда. Ну это просто ваня. Нет, это просто в принципе китай. А еще, как оказалось, к нему даже документы есть. Да, кстати, сейчас при этом. Потому что он с ПТСом должен быть, давай, Лёв, неси. Так, это, короче говоря, у них ПТС электронный идет, поэтому он в интернете находится, спрос по этому номеру, чек и вся вот эта шняга. Короче, все, что нужно, чтобы мотоцикл был ваш. Вот и все. Эмоции, правда. Вот и все. Я сам постоянно в шоке, как мотоцикл так отдаю и думаю, как так за 500 рублей. А еще когда-то и за бесплатно несколько мы тоже делали. Два раза я донатил. Два раза? На второй раз. А некоторые уже раз пять донатили и не выходит, не везет. Ну вот так бывает. Осталось нам еще три мотоцикла целых отправить. Один из которых сломан. Этот, БРЗ? Не, не сделали еще. У меня товарища отправил на пробу у него CR250 кроссовый и тоже двухтак, но он ему отправил сделать этот цилиндр, не косилим покрыть панно, вот придет ему, посмотрим и решим, так же сделать или нет. Либо искать запчасти, в Китае заказывать, может быть, если получится, либо ремонтировать. Вот такие дела, но с этим все хорошо. Только Леша убился на нем один раз, сидушку порвал. Не, едет вообще прям водненько. А сам Леша-то как, нормально? Он головой на 100 километрах в час в землю залетел, там аж взрыв был. Сын тоже Леша, 18 лет, я думаю, он его тоже опробует. Давай, Лех, прощайся. А мне с CRM-ом прощаться. Не прилипнет. Спасибо за опыт. Да, опыт, он теперь ездит аккуратнее. Ну ладно, все, в общем, полетим мы. Удачи вам. И вам успехов. Спасибо большое. Давайте вот так. Спасибо вам. И вообще, я не ожидала, что такое бывает. Да, кстати, правда, и мне надо щелкануться тогда уж с мотоциклом давайте щелканемся. Ну, в общем, идет сборка хондочки. Андрюха не обманул, все пришло в целости сохранности. В общем, что хочу сказать, Андрюха не обманывает, вот, действительно, все отсылает доставка, то есть, они все оплатили. А так все вообще идеально, короче, у меня просто эмоции через край, честно сказать. Хочется сказать еще большое спасибо Андрею Скотерцу и его команде за такую возможность как бы исполнение мечты, скажем так, так как я уже второй год мечтаю как бы приобрести такую технику, а тут с розыгрыша вообще, честно сказать, думал, что это невозможно. Вот. Огромное человеческое спасибо. Всем привет. Хочу сказать огромное спасибо Андрею Скотерцу и его команде за этот бай. То, что отправили без какого-либо обмана. Еще плюс заплатили за доставку. Просто спасибо вам большое. Почти до собрал, скоро поеду Хасанить. Походка, конечно, не особо летная, но прокатиться за фотокином. Спасибо вам большое, красавчик. Респект. Колеса не выехали, да? Хе-хе-хе. Сталин, иди возьми середину. Видишь, написали? Написал он Хонда тебе. Видно там на камере? Да. Короче говоря, считаю сегодняшний день успешным, но заколебательским. Больше видео про отправку мотоциклов я снимать не буду на канал, потому что нафиг оно вам нужно. Показали, как мы это сделали и все. А для тех, кто хочет отследить отправку мотоциклов, чтобы вы потом не писали свои дурацкие комментарии про то, что я дарю мотоциклы своим друзьям или перепродаю их, заходите в инстаграм, там будут фотоотчеты, истории, не знаю, будут туда выкладывать, как следующий мотоцикл отправят. Что? Я бы очень хотел, чтобы ты дарил мотоцикл. Что? Я бы очень хотел, чтобы ты своим друзьям дарил мотоцикл. Приблизь его лицо, пожалуйста. Посмотрите, как он выглядит. Вы понимаете, он мне помогал 12 часов. Я повар в таком ухлопанном состоянии еще ни разу не видел. Что-то я упал, как будто он головой смотрел. Как будто я мороженое за 510 рублей поел, я знаю. Да, еще и поел неудачный по пути. Короче, все. Мы справились. Пишите там комменты. Желайте нам нового года. Всем покеду. С маслом. Пойдем.